Всем привет! Хотела поделиться уже вышитой своей картиной. Вышивала я вот такие вот маки от компании Чаривна Мыть. Заняла у меня вышивка 7 дней, ровно 7 дней и вот что у меня получилось. Очень красиво. За исключением одного странного пятна посередине. Вот это вот пятно светло-оранжевого бисера. Оно, не знаю, оно мне очень бросается в глаза, но бросается в глаза всем, у кого бы я не спрашивала. Если бы они, если они видели что-то у нас странное в этой вышивке, они сразу указывают на это пятно. Больше такого цвета нигде не используется, конкретно вот это вот пятнышко. Но все равно, если как бы отходишь далеко и смотришь, они как акварель нарисованы и красивые. И сначала я тоже очень скептически отнеслась к тому, что маки в основном матовые. Используется матовый бисер. Я думала бы уже, как это будет все выглядеть. А теперь я думаю, что если бы везде был блестящий какой-то переливающийся бисер или прозрачный, крашеный, не было бы видно вот этих вот действительно акварельных переходов. Серединки очень горят. В серединках использовался тоже такой интересный серый матовый бисер. Он придает как будто семечки там, не знаю, мне же нравится. Единственный момент, вы можете видеть, например, неровно ложился бисер там, где, помимо вот, где матовый постоянно. Только матовый, матовый, матовый. Очень все красиво. Как только где-то вклинивался прозрачный или блестящий, бисеринки перестали ложиться красиво и ровно. То есть сами по себе чисто прозрачные и блестящие ложились красиво, но в перемешку где-то в каких-то местах, где такая была хорошая перемешка, с матовыми. Они такой создавали какой-то хаос. Но в основном, как бы, я не думаю, что кто-то будет подходить и прям всматриваться, как ложился этот бисер и все. А еще очень интересно смотрится вот эти вот фиолетовый бисер с переливом. Такой. Он и в серединках кое-где. Он при каком-то определенном освещении дает такой интересный эффект. Вот. И вот он полностью фиолетовый. Тут он добавляется. Ну, в общем, я довольна работой. Вшивалась она достаточно легко и быстро. Единственное, что в схеме вот эти вот два цвета, четвертый и пятый, иногда мне прям рябили в глазах, и я не знала, где какой. То есть мне надо было поворачивать свою лампу настольную под разными углами и смотреть, чтобы не перепутать цвета. А так все остальные, как бы, в принципе, различимые. Довольно хорошая схема и проблем особых не было. Буду теперь думать, как же мне хочется ее оформить, потому что я вообще не знаю абсолютно без понятия, с чего бы мне хотелось. Паспорту или не паспорту, просто рамка. Буду думать, посмотрю, может быть, в интернете какие-то варианты. Подумаю, но мне уже хочется быстрее увидеть это все на стене и, возможно, она уедет к моей маме. Потому что у мамы кухня оформлена, как бы, с маками. У нее плитка там имеет в двух местах маки на плитке. Ну и вообще, по цветовой гамме бы на кухню очень эта картина подошла. Правда, не знаю, куда она будет вешать, так как она коллекционирует у меня тарелки с разных стран и она вешает их на стену, где они не путешествуют, они покупают там тарелочку и вешать на стену, так у нее вся стена уже увешана этими тарелками. Не знаю, ну, найдет где-нибудь место. Вот, если ей, конечно, понравится, может, она вообще не захочет, захочет что-то другое. Да, она останется жить, может быть, и у меня на кухне или где-нибудь еще. Так что вот так вот закончился мой процесс. У меня уже начато другой процесс. Маки, но крестиком. Об этом я расскажу в другом видео. И буду вышивать еще один процесс бисером, чтобы не надоедало одно постоянно вышивать крестиком или бисером. Я буду чередовать, скорее всего, как многие девчонки делают это на YouTube. Так что вот так вот. До скорых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok